Это уже четвертая прямая линия главы Анапы, которая в дополнение к еженедельным приемам дает возможность жителям курорта напрямую обратиться к Юрию Полякову. Юрий Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, у нас сейчас такая ситуация, ЖК Орэнш, 12 микрорайон, дом 36А, введен в эксплуатацию 28 февраля нынешнего года, но по сей день у нас нет коммуникации, нет отопления, нет горячей воды. По сути, просто железная бетонная коробка. На момент сдачи дома в эксплуатацию застройщик предоставил полный пакет документов, объясняют специалисты городских служб. Но получается, то, что написано на бумаге, на деле не выполнено. Коллеги, давайте разберемся с этим домом. Каждый по своему направлению. Посмотрите, пожалуйста, и весь свод, весь свод. Кому? Студеникиной. Срок три дня всем даю. Всем. Электрики, тепловики, вода, все. Тема стихийной парковки у санатория БФО, озвученная главой в понедельник на общегородской планерке, стала поводом для обращения родителей воспитанников спортивной школы «Виктория». Я хочу вам сказать, что это за машины. Это машины родителей, которые привезли детей в спортивную школу. Вот. Я вас прошу, пожалуйста, примите какие-то меры, чтобы какая-то парковка была для родителей. Расположенная рядом парковка платная. Более того, на нее не пускают, рассказывают главе города. Юрий Поляков пообещал разобраться в этом вопросе, но мнение свое не поменял. Ну, по-любому надо убирать. Эти машины там стоять не будут. Они не должны. Я не против. Иной раз, да, там не проехать, я согласен. Но нужно как-то парковку организовать для родителей. Жители отдаленных хуторов тоже вышли на прямую связь с главой Анапы. Из хутора Черной Первомайского округа позвонила молодая мама Ольга. Я хотела вас спросить, возможно ли в хуторе Черном установка детской спортивной игровой площадки? Сейчас как раз на территории Анапского района начинается установка детских площадок, приобретенных на средства депутатов Законодательного собрания края. Юрий Федорович, мы одну ставим в Юровке, вторую на Ханчихраке. У вас пока не планируем, но в принципе можем подумать, Оля. Потому что детей большое количество, особенно малышей, с каждым годом их все больше и больше, как бы не хватает очень такой зоны отдыха. Традиционно большая часть звонков посвящена проблемам ЖКХ. Просьбы наладить уличное освещение и отремонтировать дороги прозвучали от жителей Витязева, Субсеха, Гастагаевской, Цибонабалки. По каждому названному анапчанами адресу коммунальные службы рассмотрят возможность скорейшего ремонта. Уважаемые коллеги, ну 80% вопросов это дороги у нас, дороги, освещение, дороги. Попрошу, вот все вопросы, которые задали, Лен, в поручение все, всем раздай да и срок, пусть все разберутся и все нормально ответят. Только не так отвечать, а бы о чем. А конкретно да, а нет.